приветствую друзья я виталий портников бывший президент российской федерации заместитель председателя совета безопасности россии дмитрий медведев вновь разразился серии ядерных угроз в адрес цивилизованного мира теперь медведев предупреждает что в случае если российской федерации придется вернуться к ее конституционным границам 1991 года то ядерные удары могут быть нанесены по киеву и вашингтону берлину и лондону всем красивым историческим местам так как другого выбора у граждан российской федерации кроме как уничтожить весь остальной мир в этом случае просто не останется иногда кажется что у дмитрия медведева сейчас такая профессия напоминать о готовности российской федерации применить ядерное оружие сразу же после того как сам президент россии владимир путин опровергает саму возможность ядерной войны ведь стоит напомнить что как раз на днях в своем интервью американскому телекомментатору толкера карсону владимир путин заявил о невозможности ядерного столкновения но буквально через несколько дней ближайший соратник российского президента опровергает хозяина утверждая что если украина действительно одержит победу над российской федерации то есть восстановит собственную территориальную целостность то ядерная война неизбежно в этом заявлении на первый взгляд не так уж много логики потому что речь идет как раз о том что украина которая сопротивляется российской агрессии практически вот уже целое десятилетие настаивает исключительно на восстановлении собственных границ тех границ в которых ее независимость была признана и самой российской федерации и другими государствами современного мира а вот российская федерация настаивает на том что в составе и территории могут входить регионы которые являются частью другого государства и даже с точки зрения действующего российского законодательства никогда не могли бы быть присоединены к россии потому что те законы которые действуют на территории современной россии той россии который сейчас руководит владимир путин и той россии который еще недавно руководил дмитрий ки медведев не предполагают возможности присоединения к российской федерации территории другого государства а все эти маневры с объявлением независимыми странами кусков оккупированной чужой территории выглядят идиотским образом думаю даже для самих руководителей россии но тогда возникает вопрос а зачем же медведеву постоянно пугать мир ядерной войной тем более когда он прекрасно знает что в случае если ядерные удары будут нанесены по столицам государства которые имеют свою очередь ядерное оружие то и от российской государственности немногое останется будут нанесены ответные ядерные удары и это уже не история с потерей украинских регионов которые включены в состав россии вопреки международному праву это уже настоящая угроза государственности и даже самому существованию населения на территории современной россии и вот тут мы начинаем искать логику и вероятно находить ее речь может идти отнюдь не о том что медведеву поручено запугивать окружающий мир ядерной войной речь идет о том что медведеву дано поручение просигнализировать об уменьшении российских амбиций по крайней мере на сегодняшний день но все мы хорошо знаем каковы реальные планы российского политического руководства когда речь идет о постсоветском пространстве это действительно возвращение границам 1991 года то есть восстановление советского союза который в кремле давно и уверенно считают россии и удивляются каждому кто напоминает что российская федерация была всего лишь одной из 15 союзных республик коммунистической империи до самой большой до той самой союзной республики которая оккупировала соседние страны и несла их жителям голод смерть террор все то что несет жителям современных стран соседствующих с россией путинское государство но тем не менее всего лишь одной из союзных республик которая имела четко очерчены границы и считалась таким же формально суверенным государством как украинская сср или белорусская сср все это российское руководство не устраивает мечта о том что российская федерация путина вернется в границе советского союза горбачева это пожалуй самая большая политическая мечта и самого российского президента и его ближайших соратников но 10 лет конфликта с украиной и два года большой войны могли бы убедить даже путина медведева и компанию что для того чтобы добиться этого результат придется положить такое количество населения и использовать такое количество ресурсов что границы советского союза 1991 года будут границами русской пустыни безлюдной бессмысленной и беспощадной и таким образом на сегодняшний день по крайней мере в качестве тактической задачи предлагается заставить запад и украину признать территориальное приобретение россии в войне 1900 2014 простите 2024 годов как реальные территориальные приобретение российской федерации в этом и состоит главная идея и путина и медведева и всех остальных чтобы в мире признали право российского президента завоевывать куски чужой территории и объявлять эти куски прошу прощения субъектами федерации а чтобы осознание необходимости такого компромисса пришло как можно скорее медведеву и поручено запугивать ядерным ударом по киеву вашингтону лондону берлину далее везде главное чтобы хватило бомб это и есть российское представление о политическом компромиссе на сегодняшний день россия конечно хотела бы захватить всю украину хотела бы чтобы российские войска вышли бы к ужгороду и оттуда угрожали бы странам центральной европы но поскольку таких возможностей на сегодняшний день нет в качестве компромисса предлагается так называемое признание территориальных реалий о чем не в первый и не второй и не во третий раз уже говорили и владимир путин и дмитрий медведев и сергей лавров и другие представители российского руководства либо вы признаете что украденные нами крым донецкая луганская херсонская и запорожской области украины это неотъемлемая часть россии и после этого можно говорить по крайней мере о перемирии и о прекращении военных действий либо на горизонте у вас будет маячить ядерная война с уничтожением всего живого и для того чтобы вы это поняли мы готовы даже пожертвовать москвой петербургом ярославлем и новосибирском которые тоже станут разумеется жертвами ответных ядерных ударов а что путину и медведеву ради своих амбиций и ради расчета на то что с их блефом согласятся ничего не жалко спасибо друзья оставайтесь на этом канале подписывайтесь на подписывайтесь на мои социальные сети на канал и патреоне байме кофе который помогает развивать все ресурсы пользы и функции спонсорства в самом ютюбе мира